Особое мнение на 101FM Осталось сделать большое табло, чтобы видеть тех, кто нас смотрит А, да, кстати, это хорошая история Это хорошая история, это уже интерактив фактически такой Был бы замечательный Но я и напоминаю слушателям, да, что можно участвовать в нашем эфире Через форму анонсов на нашем сайте Можно задавать вопросы Михаилу И можно задавать вопросы через наши мессенджеры 8909-720-101-0, пожалуйста, пишите, мы следим Кстати, есть вопрос Ага, ладно, давайте мы его зададим Олег вас спрашивает Михаил, здравствуйте, вы были зампредом и депутатом ЗАГС Собрания 5-го созыва Как вы оцениваете качество регионального законодательства, принятого до вас, во время вашего созыва и принимаемого сейчас? Ну, спасибо большое за вопрос На самом деле, этот вопрос, он, наверное, все 5,5 лет, которые я был в ЗАГС Собрании Ранее у меня в голове был Так Ну, сразу скажу, раз область находится в дотационной, скажем так, в числе дотационных, раз у нас есть дефицит бюджета, раз у нас есть нерешенные проблемы большие, значит, все не так хорошо, как это может быть То есть, опять же, да, есть законы, которые точно решают какие-то вопросы, но в целом говорить о том, что у нас есть понятная законодательная база для именно развития области, я бы, честно говоря, не сказал То есть, есть законы по решению проблемы конкретной, возникающей и так далее, да, там, там законы, ну, в большинстве случаев какие-то появляются А с точки зрения того, чтобы законы развития, для развития, да, там, и структура, система законов, там, честно говоря, соглашусь, что этого нет И, к сожалению, и нашему созыву тоже может быть, точнее, не может быть, а тоже не удалось ее создать, хотя, на мой взгляд, это был один из немногих созывов, где мы, по крайней мере, находились с диалогом с правительством, с исполнительной властью И пытались каким-то образом все-таки синхронизировать ту работу, которую там ведет законодательное собрание, с той работой, которую ведет правительство, в том числе, это выражалось и в законопроектах, да, ну... То есть вы имеете в виду, что вы находили какие-то точки соприкосновения и переговорные площадки какие-то были? Ну, смотрите, ни для кого не секрет, и, как бы, все об этом говорят, и за это критикуют, там, все законодательные органы власти, начиная, там, от Дум, районных, поселковых и заканчивая Федеральной Думы, что основным поставщиком законов для Дум является все-таки исполнительная власть Спускают сверху? Да, спускают сверху А вы принимаете? Нажимаете кнопки? Да, дальше уже, там, партийно-политическая работа, и все понятно, да, то есть мы, как бы, находимся в этом режиме, и если мне не изменяет, там, интуиция и память, то все-таки наш созыв сумел преодолеть ситуацию того, что количество законов, которые шли от депутатов и были поддержаны, в том числе, и правительством, было достаточно большое А сейчас меньше? Умели договариваться, а сейчас, сейчас на порядок меньше Я просто вспоминаю Было не до нас, а, собственно, там, то, что правительство дает, и, как говорится, принимается беспрекословно И после нас сейчас посмотришь, да, что, собственно, там, без сильных обсуждений, публичных обсуждений принимаются законы, которые инициированы правительством Вот, у нас же, как бы, это действительно был диалог, я, честно говоря, там, может быть, конечно, не так активно слежу, как это было, но, там, в свое время, когда в законодательном собрании мы были, у нас каждую неделю проходило, там, по два-три по каждому направлению Развитие области, вопросов области, какие-то круглые столы, какие-то обсуждения, какие-то выезды, какие-то, вот, встречи с представителями исполнительной власти, обществом и так далее То есть, постоянно шел какой-то процесс обсуждения Там, чтобы подтверждение, там, достаточно поднять, там, планы работы, которые были у нас И, там, я не понимаю, когда, там, депутаты не выезжают в районы, да, то есть, я не понимаю, когда депутаты не встречаются с органами местного собравления Не инициируют проведение каких-то дискуссионных или обсуждений или круглых столов по каким-то важнейшим вопросам, да, то есть, у нас, вот, там, ситуация, там, последняя ситуация со стратегией развития города, да, там, ну, она проходит вообще без участия Области, а, как бы, это все-таки областной центр Кто, если там, наше правительство не хочет этим заниматься, ну, тогда инициаторами могли бы выступить депутаты и вытащить обсуждения, в том числе на областные площадки И пообсуждать эти вопросы, почему у нас, как бы, ну, такие, там, корявые предложения идут в виде стратегии, да, которые, там, однозначно не принимаются не только обществом, традиционно, активной частью общества Ну, и в том числе самими руководителями органов местного управления не принимаются И здесь есть что обсуждать И тем таких действительно много То, что не проходит большого количества вот таких публичных обсуждений, там, я, честно говоря, там, не приму, если кто-то будет говорить, да, как же это, вот, там, ограничения, там, сборы и так далее А, вы думаете, то есть не коронавирус виной? В качестве, да, в качестве, может быть, какой-то отмазки, можно было бы, там, и это говорить, но, там, это просто нежелание общаться А раз есть нежелание общаться, значит, есть понимание того, что, там, нежелание общаться со стороны кого? Депутатов? Со стороны депутатского корпуса А значит, нет желания повышать качество законодательства А раз нет желания повышать качество законодательства, то и тот вопрос, который задан, вполне закономерен Да, я признаю, что Качество регионального законодательства у нас Крайне неудовлетворительное Михаила Курашина в нашей студии, вице-спикер ЗАГС Собрания Пятого Созыва Хорошо, на вопрос Олега, я надеюсь, мы ответили Переходим к нашим вопросам И я бы все-таки оттолкнулась, такой мостик бы перебросил из дневного разворота Мы сейчас обсуждали с Дарьей и моей коллегой, все-таки, что за режим действует на территории нашего региона Это масочный режим или так называемый режим ХЗ Я прошу прощения у слушателей, но это уже устойчивое выражение, да, которое обозначает, там, режим не то, не сё Вот, переведу на русский литературный Ну, я думаю, что у нас именно режим ХЗ, именно с точки зрения того, чтобы, ну, по крайней мере, там, со стороны федерации к руководству области не было каких-либо претензий, чтобы вообще ничего не делать А, то есть это для галочки все делается Более чем уверен, что это делается все для галочки У нас просто в конце прошлой недели активизировалась эта тема, благодаря как раз заседанию законодательного собрания, ну, в том числе, да На котором Геннадий Коновалов, председатель промышленного комитета, озвучил мнение руководителей крупных предприятий Они все-таки попросили исполнительную власть как-то, ну, активизироваться, что ли, там, в запретных вещах Потому что заводы соблюдают масочный режим, а магазины не соблюдают Но там не то, чтобы обидно, просто смысл тогда в соблюдении масочного режима в одном месте, если в другом не соблюдается Ну, извините, у нас есть много других институтов, через которые можно общаться У нас есть и торгово-промышленная палата, и, то есть, можно договариваться Но вопрос-то заключается в том, что, там, когда господин или товарищ Коновалов озвучивают это все, да, там, у меня сразу автоматически Встречная реплика, а вы обеспечили масками в достаточном количестве ветеранов вашего завода Детей и родственников тех, кто работает на вашем заводе, да, для того, чтобы они могли соблюдать Да, там, те, кто приходят, с них требуют маски, да, там, а вот, как бы, если уж мы говорим о том, чтобы это было осознанно принятое отношение То это же, мы понимаем, должно работать не в формате кнута, а, там, с кнутом мы поняли, что они не работают Ну, вот в Москве работает Где? В Москве, я думаю, вот история со штрафами работает Аня, я был в Москве Так Я был проездом в Москве, я был в аэропортах, я летал на самолетах, я ходил по городу, я ходил в кинотеатры и так далее И? Я могу сказать, что, если это называется масочный режим, то, там, мы с вами живем в жесточайшей среде Там нет его, то есть, вот, тот период, там, жесткого карантина, который, там, Собянин устроил в конце весны, в начале лета, там, честно скажу, не знаю Могу лишь судить по тому, как я разговаривал с людьми И люди, как бы, мне говорили, ну, мы, там, боялись выходить на улицу Ну, у меня многие сидели дома, да Вот, боялись выходить на улицу, но сказать, что мы, там, осознали необходимость хождения в масках, тоже не приходится Лучше уж не выходить, чем Ну, нам пример Казани, вот Наталья Шитько приводила, по-моему, буквально полчаса назад в эфире, да, мы с ней связывались Она говорила, что в Казани все в масках, в магазинах И? У них оказалось меньше зараженных? Не знаю Ну, как бы, вопрос в том, что, там, сегодня, опять же, смотрите, да, полгода у нас вот этих всех антикарантин, антипандемийных мероприятий Но до сих пор непонятно, что мы лечим, как мы лечим, что нужно сделать, чтобы это была профилактика Что нужно разрешать, что нельзя разрешать Собянин вводит ограничения и тут же проводится этот самый большой-большой слет под названием армия 2020 Куда приезжают тысячи людей То есть запретить людям перемещаться в Москве и тут же буквально в Москве проводить мероприятие с участием тысячи людей И такое повсеместно Нам говорят о том, что нужно соблюдать санитарное расстояние, нужно, там, маски и так далее и тому подобное Да, там, нельзя собираться, там, больше какого-то количества людей И тут же, там, сама власть проводит какие-то публичные слушания Какие-то, там, отчеты глав и так далее, где собираются полные залы Ну, как бы, где логика? Да, то есть, мы понимаем, что, там, такие мероприятия должны быть профилактического плана Но до сих пор нам никто не может сказать, что эффективно В таком случае, я не понимаю, зачем тогда вот эти вот бумаги, в которых написано о том, что вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет А это была первая моя мысль Да, зачем, зачем писать вот эти бумаги, напоминаем о том, что на территории региона действует масочный режим Ну, живой пример одной знакомой, которая мне рассказала, да Класс вывели на карантин, потому что был контактный ребенок, класс вывели на карантин В Кировской школе Возникает вопрос, что дальше произошло? Я говорю, а у всех детей, кого вывели на карантин, взяли анализ? Нет То есть, как бы, детей просто отправили домой Болеет он, не болеет он, покажет потом время А, ну, правильно А он же... Если он болеет, кто-то из взрослых заболеет с симптомами А дальше уже, там, это самое, родители передают Кто хочет? Да, распространять У кого есть деньги? Нет А почему бы, извините, раз уж мы выводим классный карантин Потому что денег нет в бюджете Ну, это уже вопрос второй Куда эти деньги деваются? Да, там, куда эти деньги делись? Вот, к сожалению, опять же, может быть, я чего-то... Какие, подождите, Михаил, деньги? Может быть, я чего-то не знаю Да? Но, если мне не изменяет интуиция моя Из регионального бюджета в рамках поддержки в период пандемии Не было выделено ничего То есть, все, что выделялось, это федеральные деньги Все это федерально Возникает вопрос, а, собственно, там, наши деньги? И тут дальше... Наши деньги были расписаны все Еще в конце прошлого года, насколько я понимаю Начинаем размышлять У нас есть бюджет, у нас есть госпрограмма Если мы сейчас копнем наши госпрограммы В части того, какие региональные деньги выделялись И на что они были потрачены То мы выясним, что большая часть мероприятий отменена То бишь, деньги не потрачены А подождите, то есть, были прописаны какие-то вещи Которые были заложены в бюджет Стадии расходные, которые сейчас не актуальны В связи с коронавирусом Да, мероприятия отменены И, соответственно, там деньги не потрачены Деньги остались в кубышке Деньги заложены То есть, они не потрачены Их пока нет А, то есть, они, может быть, еще и не получены И, может быть, еще и не будут получены Потому что источники дохода А почему они не будут получены? У нас, если мнение изменяет, опять же, память по указам И всем распоряжениям первого лица У нас же никого не освободили от налогов У нас сделали отсрочку до четвертого квартала И поэтому, как бы, все деньги Которые там можно отнести к категории налоговых отчислений Они никуда не делись Мы с вами там давайте не будем забывать о том Что у нас основной все-таки источник пополнения бюджета Это не налоги на прибыль там Это НДФЛы И, соответственно, все платежи отсрочены То есть, с одной стороны, был жесткий запрет на то, чтобы увольнять людей И сокращать их заработную плату То бишь, все налоговые отчисления Секундочку Все налоговые отчисления должны были быть произведены Это дейюры, Михаил Нет Де-факто вы же понимаете, что зарплаты сокращались Секундочку А по факту еще раз Это же контролировалось Кем? Ну как? Налоговыми службами И, соответственно, все эти суммы-то, они никуда не делись Возможно, какая-то часть Да, мы что-то не получим Но недополучим Да, недополучим Но это не в тех объемах, которые нам пугают, что у нас нет денег Мы ничего К сожалению Мы не тратим деньги сейчас У нас, к сожалению, знаете, что Ну ладно, большинство районов Но я замечаю на уровне городской администрации, областной У нас такой, знаете Минфин такой бухгалтер Притом не главный бухгалтер Это их основная задача, мне кажется, нет? Нет Чем отличается бухгалтер от финансового директора? Финансовый директор В том, что финансовый директор участвует в вопросах, связанных, куда вкладывать А бухгалтер, он старается минимизировать Расходы? Нет Свою работу с точки зрения того, чтобы было как можно меньше операций Как можно меньше денег тратилось Как можно меньше отчетностей было То есть он не заинтересован куда-либо тратить деньги Он не заинтересован в каком-либо развитии Его задача вот как бы Посчитать Да, просто все оформить И вот у нас сейчас как бы я вижу, что там на уровне наших основных администраций Вот у нас такая бухгалтерская политика Мы не хотим никуда вкладывать Мы будем чисто экономить Вот это уже, кстати, с пандемией тоже особо-то не связано В этом году это просто наиболее явственно Мы живем в этом формате уже 2-3 года Когда особо никто ни во что не вкладывает Деньги областного бюджета, городского бюджета Они находятся в режиме максимальной экономии Чтобы как можно меньше потратить А потом говорить о том, что у нас там Госдолг Уменьшили дефицит бюджета И так далее Чем обычно, собственно, рассказывают Вот вам ответ на вопрос, где деньги? А оно никуда не девается Деньги, они есть Да, они будут с определенными потерями Но эти потери там Они как бы Будут оправданы с учетом того, что многие мероприятия отменены Так А зачем тогда писать вот эти постановления, которые не работают? То, с чего я, собственно, начал Вот как бы просто для того Для галочки Потом, да, никто не сказал о том, что вы как бы вообще ничего не сделали А если, не дай бог, если начнется прям вот совсем пандемия, пандемия, да? В Кировской области, если повально все начнут заболевать Если все-таки просочатся настоящие данные, да? Некоторые А вы тоже не верите, да, в эту статистику? 60-70 человек в сутки Нет, смотрите, я там достаточно критично это смотрю У нас с вами сейчас идет период нормальной эпидемии по гриппу и ОРВИ То, что есть традиционно Не эпидемии, заболеваемости Подъем заболеваемости осенний Эпидемия там все-таки порог какой-то должен быть Вот, ну и где там возможная эпидемия Мы с вами там, что осенью прошлого года Что, собственно, весной этого года Особо не заморачивались на эти цифры Да, там класс закрыли, потому что там гриппа много Да, там еще что-то где-то Потому что половина детей в соплях Никто ж не бегал, не орал о том, что давайте всех заставлять одевать маски Там давайте это самое там и так далее Никто же не бегал Теперь, я думаю, будут бегать Ну Даже когда вакцину изобретут И отсюда, соответственно, я понимаю, что сегодняшнее там увеличение вот этих показателей Это не более чем проявление вот всех этих сезонных обострений Не-не-не, увеличения этой показателей как раз ведь нет, Михаил То есть есть официальная статистика, которая считает людей с симптомами заболевших Причем, я так понимаю, что считает тех, у кого явно выраженные симптомы Не просто там легкий насморк или покашлял чуть-чуть Их 60-70, ну, с копейками человек каждый день нам такую озвучивают цифру Она не меняется на протяжении долгого времени Я не знаю, Аня, когда вы Я ежедневно смотрю эту цифру Не, ну она так вот меняется в пределах 10 человек За последние 3 дня у нас как бы динамика выросла там с 67 до 75 Ой, как много, на 8 человек в день Ежедневно, ежедневно Это ведь не плюс 8 человек в день Это плюс 75 человек в день То есть как бы для показателей гриппа и ОРВИ Это там, ну, на мой взгляд, даже низкие, наверное, на уровне нижнего Не, я-то спрашивала о том, верите ли вы, что это действительно отражает реальную картину по положительным тестам Потому что есть предположения Я не хочу сейчас там заниматься ни распространением слухов, ни это самое Да, там, как бы я там даже не заморачиваюсь и там не вступаю в разговоры на эту тему Там правда, неправда, те цифры, которые выдают Я понимаю, что есть какое-то там действительно количество При всем при этом там это количество плавает на уровне там 0,1% от численности населения И как бы, собственно, сильной роли-то оно не играет Вы ничего страшного не видите? Ну, к этому надо привыкнуть Я вот все наши сами встречи в эфире говорил только об одном Нам надо смириться, что дальше это все будет Постепенно там этот ковид, там, мы научимся с ним вместе жить Как в свое время там с многими другими соспами и со всеми остальными Вирус немножко модифицируется, может быть ослабеет, не будет таких тяжелых последствий А вот как бы там грипп и ОРВИ, там, их новые разновидности, да Это то, что было есть и то, что более страшно и более губительно Да, там, ну, просто цифру нашел где-то, если мне не изменят память В 2018 году в Москве, Москве, гриппом переболело 12 миллионов Для, там, 15-ти миллионной Москвы Ну, Москва не 15 миллионов, допустим, там, но 20 Ну, в любом случае больше половины Да, то есть, как бы Я думаю, что ни для кого не секрет, что и при заболеваемости гриппа немало смертельных случаев Ну, я понимаю, там осложнения, конечно, тоже есть Поэтому, как бы, вот там, ну, мы же привыкли к этому жить Еще раз говорю, там, ни осенью прошлого года, ни весной этого Никто в колокола не бил И никто не требовал, там, давайте всех по домам заставим дома сидеть Если сейчас и, там, под предлогом нового, там, повышения показателей Снова начнутся разговоры о том, чтобы перевосидеть всех, там, на домашний режим Ну, там, ну, считайте, это, вот, как бы, это уже убьет всех А вы думаете, реальная эта история или нет? Вот с закрытием, там, чего-либо? Я плохо понимаю, зачем продолжается нагнетание Я понимаю, почему называлась цифра 20 сентября Все зависело от того, как народ себя поведет после голосования Если у нас в стране появилось бы много хабаровсков, мини-хабаровсков Тогда бы 20-го просто отправили всех по домам А, как бы, но народ... То есть, по результатам выборов в тех регионах, где были большие крупные выборы И было бы много недовольных их результатами? Да, могли бы ввести подобные ограничения А поэтому и заранее было вброшено это дата? Конечно, конечно, конечно Вот, а раз все прошло спокойно, вот сейчас вот эта тема там, она продолжается И она будет продолжаться вот в таком вялотекущем режиме До марта следующего года, когда, предположительно, состоятся выборы в государственную дуну И там тоже нам скажут, что... Да, мы уже под это дело видим, как меняется наше региональное законодательство В частности, там, инициатива депутата Басюка относительно дополнительных ограничений Да, сейчас мы об этом с вами поговорим, да То есть, как бы, все под это дело сейчас тихонечко можно выводить Для того, чтобы, собственно, продолжая запугивать людей пандемией Там, делать то, что нужно сделать Вот, если эта цель такая, там, ну, как бы, кроме того, что там нужно привыкнуть к ковиду Да, там, нам нужно в очередной раз признать, что власти удалось всех напугать И, как бы, сделать то, что она хочет Вот, собственно, все, констатация вот этой ситуации Можем ли мы как-то на это все влиять? Да, к сожалению, нет Да, потому что, там, ну, те, кто попробует выступать против, ну, как минимум, проверки Роспотребнадзора и УМВД, им обеспечены Это мы про бизнес сейчас говорим, да? Про всех, про любое Про всех, конечно И про граждан Да, и про граждан тоже Вот, то есть, поэтому там ситуация, ну, не то, что патроны Матова ситуация, она, скорее всего, матовая, да, то есть, нам поставили мат Поэтому, как бы, нам надо пережить все это спокойно, дожить до весны, пройти эти выборы Ну, может быть, до 24-го года дадут подышать Там президентские Да, я понимаю Но у нас впереди еще ЗАГСовские, поэтому, как бы, Бог его знает, что будет Михаил Курашин, в нашей студии вице-спикер ЗАГС Собрания Пятого Созыва Мы сейчас пойдем на перерыв и после обсудим как раз предложение Валерия Бусюка Особое мнение на 101FM Особое мнение Михаила Курашина мы сегодня слушаем, вице-спикера ЗАГС Собрания Пятого Созыва О деятельности ЗАГС Собрания как раз поговорим Одного из представителей законодательного собрания, Валерия Бусюка Я, кстати, передаю ему большой привет, потому что мы его ждем в нашем эфире Мы готовы были предоставить площадку, чтобы человек все-таки рассказал свое видение того предложения Которое сейчас всеми нашими экспертами обсуждается Предложение связано с ограничениями для организаторов и для участников митинга Ну вот из основного и понятного, что там можно практически на пальцах объяснить Это история с сокращением количества участников на определенной площади То есть если раньше на одном квадратном метре могли находиться два человека То теперь предполагается, что сможет находиться только один Законопроект, кстати, принят в первом чтении Кто бы сомневался Да, и вот, ну а что, ну ничего, ковид же на дворе, все правильно, социальная дистанция должна быть А я вам другую проведу, как бы аналогию с этим же законом У нас накануне каждой избирательной кампании избирательного периода вносятся поправки в этот закон То есть как бы с ковидом это никак не связано У нас каждый раз сначала вводили там порядок согласования, потом перечень мест, где можно проводить И всегда это объясняется, Михаил, что смотрите, что интересно, всегда это объясняется интересами граждан Ну понятно, да, то есть а как по-другому-то? По-другому-то никак не объяснить Вот, поэтому как бы, ну в то же время там первые, кто нарушал данный закон, были сами, собственно, инициаторы Проводя все свои мероприятия там на той же театральной площади С Дней России, Дней Флага, там, митинги и так далее, да, то есть Единая Россия, я не говорю То есть как бы этот закон был, еще раз говорю, поднимается перед каждым избирательным циклом И каждый раз вносятся поправки Что касается там этого предложения, ну как бы, я там более чем уверен, что там идея Вряд ли пришла в наши светлые головы, скорее всего, это московская установка Смотрите, она ведь уже вторая попытка предпринимается Я понимаю, ну, вы сомневаетесь, что он будет принят в конечном итоге? Я надеюсь, что нет Ну, я вас расстрою Я оптимист? Я вас расстрою Он будет принят, вопрос только заключается в том, как он будет потом исполняться А что значит, как он будет исполняться? Если он будет принят, значит, его будут использовать для того, чтобы тех протестных акций, которые не хотят видеть, их не было Аня, у нас впереди Новый год А театральная площадь, предположим, это всегда была традиционная городская площадка Это место сборища людей Но они не с политическими целями там собираются А какая разница? Какая разница? Дальше возникает Власти, они не мешают Ну вот, власти, они не мешают Ну а как же быть с эпидемиологическими требованиями по полтора метра и так далее? Вот и теми предложениями, которые С 7 до 22? Да, господин Басюк вносит Возникает вопрос Бестолковость наших законов, как говорится Искупается необязательностью их исполнения Да Или выборочным их исполнением Поэтому я, еще раз говорю, спокойно отношусь к этим правкам, они их носят Я не могу к этому спокойно относиться Я, например, за то, чтобы в людях воспитывали культуру уличных акций, чтобы ее воспитывали именно как культуру Чтобы люди понимали, что можно делать, что нельзя делать Вот это уже вопрос на самом деле Что законно, что незаконно Не к басюку, это вопрос к оппозиции Потому что, как бы, эти законы всегда вытаскивает Единая Россия И начинает туда вставлять что-то свое А кто мешает оппозиции? Внести законопроект Да Вносить, поднимать этот законопроект и делать какие-то свои предложения Адекватные, понятные и воспитывающие культуру проведения акций И так далее и тому подобное А вы думаете, пройдет этот законопроект? Ну, по крайней мере, опять же, если общество будет слышать Что там оппозиция работает с этим законом В том числе призывая людей использовать инструмент общественного выхода Как инструмент влияния на власть То, как бы, я считаю, что это будет, как минимум, достаточно оппозиционным партиям Чтобы получать свои голоса А сейчас это все, там, битье по хвостам Начинается борьба, там, ругань на комитетах и на пленарных заседаниях Относительно этого законополитические заявления Связанные с поправками Единой России В конечном итоге, там, никак не влияющие на то, что этот закон принимается То есть он будет принят? Да, я более чем уверен, что он будет принят К сожалению Можем предположить, когда? Ну, то есть вот прошло первое чтение К какому моменту-то его надо принять? Если мы это ради выборов каких-то и там снижения протестной какой-то активности делаем Смотрите, да, я думаю, что там, как обычно, Единая Россия заинтересована, чтобы подобные законы проходили незаметно Поэтому, как бы, будут искать соответствующий повод, когда будет более... Более важное что-то еще обсуждаться, чтобы... Да, какие-то более заметные законы для того, чтобы под шумок, в том числе, прогнать и этот закон во втором чтении Хорошо, еще одна тема из законодательного собрания Это спикер, два его заместителя, вице-спикеры, ну и ряд председателей комитетов Зачем нужен оплачиваемый заместитель председателя? Если я верно понимаю, да, бывают ситуации, когда комитет возглавляет человек, не готовый работать только в ЗАГС-собрании То есть у него либо бизнес такой, который он не может оставить, либо еще что-то, то есть он работает в основном там Вот, в законодательном собрании он работает Тогда зачем нужен такой председатель? Ну как, не знаю, зачем Ну, может быть, человек в вопросе разбирающийся, может быть, он успевает и там, и там, просто он от той работы не может отказаться Нет, ради бога, ведь, опять же, в силу своей загруженности, в силу своей занятости Никто не мешает ему бы участвовать в каждом заседании комитета, получать всю информацию, которая идет на комитет И, как бы, выступать не только как депутат, но и как эксперт Почему он для этого должен быть председателем комитета, там, я плохо понимаю Да, то есть, тем более, если есть другие желающие на освобожденной основе поработать То есть вы вообще за то, чтобы все председатели комитетов работали на освобожденной основе? Или только каких-то важных? А какие они важны? Ну, не знаю, вот, мне сложно судить Ну, там, у нас, как бы, темы, они все, там, достаточно важные Я не знаю, честно говоря, какие ЖКХ не важны, аграрные не важны, социальные не важны, бюджетные не важны Все важные Все важные Но тогда, по вашей логике, получается, что все председатели комитетов должны получать зарплату И работать на освобожденной основе, заниматься только, вот, законотворчеством Опять же, да, там, может, кому-то это и не понравится, но я могу сказать, что, там, выскажу свое мнение, что В нашем СССР была оптимальная модель Председатель, четыре заместителя и восемь председателей комитетов Которые работали на освобожденной основе То есть, тринадцать было, получается, да, ставок? Вот, как бы Я что-то помню, я помню, что не все председатели комитетов получали зарплату Нет, у нас, да Валерий Николаевич Турула жаловался, что у него нет зарплаты Да, 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 да Ну, жаловался, я имею в виду, так Выдали Ну, тогда оптимальным, там, было бы, чтобы все на освобожденной основе Но, при всем при этом, как бы Ну, я, опять же, возвращаюсь уже к тому, что сказал Я пока не вижу активности работы вот этих председателей комитетов, да То есть, там, даже элементарно Там, ну, у меня в подписках новости с сайта ЗАГС Собрания Там, я четко знаю, что в свое время, когда Информационную службу возглавляла, там, Наталья Николаевна Шутова Как бы она, там, не относилась к оппозиции Но новости она всегда включала И у нас, там, в неделю было, там, до десяти, наверное, новостей О деятельности оппозиционных фракций О деятельности вообще ЗАГС Собрания Там, не только Единой России, но и в том числе оппозиционных, да То есть, там, релизы оппозиционных они включали Сейчас я смотрю, там, одна новость прошлой недели В этом появилась, когда вчера, по-моему, еще одна новость Связанная с, там, памятью бывшего депутата И, собственно, все, да То есть, как бы, дальше возникает вопрос Что происходит в Законодательном собрании вообще Чем остальным занимаются председатели и заместители Да, там, ну, кто-то ходит на их Москвы Выступает, комментирует, это хорошо Вот А все остальные работают, Михаил, им не до пустяков И в связи вот с этим совсем возникает вопрос А что ж тогда еще замы-то будут делать? Да, то есть, как бы, если есть председатель, что будут делать замы? Вы против ставки для заместителей? Я абсолютно не понимаю, зачем это нужно Мы в свое время тоже нам пытались эту идею навязать С той же самой аргументацией, что, там, вот, где-то есть председатель Ну, так если тебе некогда заниматься Уходи с председательства Уходи либо с председательства, либо с того места работы Тот же, там, Валерий Николаевич Турула, о котором мы много говорим Извините, это, там, человек-батарейка Да, это правда Валерий Николаевич в свое время объяснял, почему у него неосвободенная ставка Он говорил о том, что если я там буду целый день находиться, то я им жизни спокойной не дам Ну, это да Вот, при всем при этом у него, там, тоже не сказать, что, там, с бизнеса все спокойно У него, там, мультибизнес, несколько направлений бизнеса Есть чем заняться, и помимо Заксабанин Помимо всего прочего, его, там, общественно-политическая активность Он постоянно в движении И, при всем при этом, человек успевал работать председателем Да, я прошу прощения, у нас все меньше времени остается Три минуты до конца эфира Я бы очень хотела у вас попросить все-таки тему с Черным озером прокомментировать Нашелся подряд чек, выбрали его для проектирования резиденции на Черном озере Закладывалась сумма в 5 миллионов рублей Но удалось торговаться, да 4 миллиона 363 тысячи 738 рублей Вот столько мы заплатим подрядчику За проект резиденции на Черном озере Губернаторской резиденции, так называемой И у меня только один вопрос Ну, собственно, вот, мы уже заплатим эти деньги Мы их разыграли Ранее говорилось о том, что пока все плохо у нас с деньгами Мы не будем ничего строить Мы просто вот тут проект разработаем Пусть он лежит и ждет И ждет Да, но я все равно не понимаю, зачем тратить 4 миллиона 363 тысячи 738 рублей Ну, наверное, потому что это столько стоит Как бы проект это же не... Зачем разрабатывать проект, если не делать резиденцию? Ну, там, может быть, в следующем году будет ситуация лучше А у нас уже будет готовый проект Ну, нет, я, честно говоря, вот там, может быть, у меня сейчас камни начнут кидать Я считаю, что там тему с Черным озером надо решать положительно То есть там действительно требуется, наверное, все-таки, если действительно верить К сожалению, я там ни разу не был Я так лишь издали с того берега Черного озера Из-за забора Вот, но считаю, что если действительно, правда, там, как говорят, там, 30 лет не было никаких ремонтов То это сделать надо Да, то есть как бы надо поддерживать эту, там, базу Это и, там, необходимость Потому что, ну, по логике, опять же, да, там Когда приезжает новый губернатор, если он не местный, да, там Ему начинают искать квартиры Все начинают обсуждать Ага, вот, там, тратят бюджетные деньги на то, чтобы, там, его это самое Чтобы он себе квартиру там арендовал А здесь не тратят бюджетные деньги? Здесь, собственно, вот, ее отремонтируют И дальше они там будут, как бы, там деньги только на содержание Вот, у меня просто перед глазами пример был Вторые минуты у нас Костромской области, где приехала московская команда с губернатором И они все располагались на аналогичной базе Я не понимаю, у нас московская команда с губернатором приезжающей Они что, так мало зарабатывают, что ли? Они не могут себе позволить квартиру снять? А почему, ну, как бы, а почему они должны снимать квартиру за свой счет Если они приезжают для выполнения должностных, в смысле, их нанимают на работу? Ну, как бы, там, ну, это нелогично Понятно Вот, поэтому, там, я считаю, что, там, пусть у нас будет проект Да, там, недешевое удовольствие Но я могу сказать, что намного чуднее дела, там, у нас обстоят Когда, там, речь идет о торгах, там, по ремонту дорог Или по ремонту каких-либо, там, исторических зданий Там, поверьте, там, намного веселее все Вы считаете, что надо резиденцию делать, надо ремонтировать? Да, там, нам надо сделать проект, лишь бы этот проект был качественный Действительно, он стоил этих денег И тогда можно было бы этот проект, там, через год, через два, собственно, запускать в работу Когда будет ситуация получше Михаил Курашин, нашей студии, вице-спикер ЗАГС Собрания Пятого Созыва Программа «Особое мнение» на этом завершается Михаилу, спасибо и не болеть Спасибо всем, поздравляю Эхо с юбилеем предстоящим, да, десятилетиям Желаю всем тоже здоровья, всем слушателям здоровья, процветания Ну, и, в конце концов, собственно, чтобы все это закончилось у нас исключительно с положительной точки зрения Спасибо, до свидания